Как выглядел Брест-3 четыре столетия назад? В какой части города он получил наибольшее развитие? Насколько приметной и многообразной была его застройка и каким видели его будущие строители и архитекторы тех лет? Об этом и многом другом повествует книга «Город и замок Брест-Литовский», которая была представлена публике в научно-технической библиотеке. Созданная в соавторстве двух ученых-краеведов Александра Жаркова и Андрея Воробья, она вызывает неподдельный интерес не только в кругах архитекторов и исследователей, но и среди тех, кому небезразлична история своего региона. Уже, скажем так, стало привычкой, когда у нас выходят новые книги по истории города, некоторые материалы представлены впервые. Из шведского архива мы получили замечательную копию панорамы нашего города. Мы все знаем известную гравюру «Осада Бреста шведами». Здесь использовался тот материал, который был сделан для подготовки той гравюры. И, соответственно, есть возможность лучше рассмотреть те здания давно утраченного города. Одновременно с презентацией новой книги в научно-технической библиотеке открылась выставка картографии. В основу экспозиции легли эксклюзивные планы и атласы, повествующие о становлении архитектуры областного центра. Изначально мы планировали открыть выставку под названием «Картография Альба Рутеника», на латыни с претензией, то есть «Картография Беларуси». Учитывая, что с 17 века термин «Белая Русь» начинает активно применяться к территориям современной Беларуси, к части территории, скажем откровенно, но потом решили сделать более, скажем так, локально, применительно к Брещене. Тем более, что параллельно тут вопрос, что кого дополняет, презентуем нашу книгу, научную монографию «Город и замок Брест-Литовский». Все наши выставки отличаются чем? Мало того, что они носят некоторый краеведческий такой характер, то есть они все связаны, как правило, с историей города, с историей края. Это были выставки инструментов, выставка старинной фотографии. И сегодня вот «Брест. История на карте» – выставка картографии, именно посвященная Бресту и Брестскому региону. Тысячелетний Брест – город с большим, насыщенным культурным прошлым. Его история многогранна. Она интересна поколению современных берестейцев, которые сохраняют и приумножают то, что развивалось здесь на протяжении столетий. Очередной вернисаж и презентация новой книги – это еще один шаг на пути укрепления связи между прошлым, настоящим и будущим. Субтитры создавал DimaTorzok